Скажите, вот искусство, которым вы занимаетесь, некоторые считают, называют искусством для избы. Классическое пение, романс. Вы сами относите себя? Да, конечно. Сейчас это вообще объединили в некий жанр под названием неоклассика. Это русский термин, который означает в переводе с английского слово кроссовер. Неоклассика, новая классика, то есть классика по-новому и жанр романс, и жанр классических различных песен. Классической уже эстрады советской уже сюда включается. Кстати, на канале Россия 1 сейчас началось шоу «Главная сцена». И вот там, кстати, буду скоро в эфире. Вы? Как? А вот так. Ну, мне интересно поработать с такими мастодонтами, с такими великими продюсерами, которые представлены в этом шоу. По большому счету это четыре самых выдающихся продюсера, музыканта, композитор. Каждый из них композитор, композитор в своем стиле. Кто из них в итоге окажется, конечно, благословен ко мне, я не знаю, но мне будет приятно. Любой выбор будет приятен. Вы хотите кмываться? Да, хочу кмываться. Но это не имеет отношения к конкурсу, который так назывался. Это наш кмываться. То есть вы пойдете в качественный участник? Да. А что вы готовы исполнить? Да, интересно. А что готов исполнить? Да все что угодно. Все, что можно отнести к ним классики. К ним классики можно отнести народную песню, спетую классично. Советскую эстрадную песню, романс русский. Рок. Да можно, кстати, классично спеть. У меня есть даже такой опыт, я делал программы концертные, когда западные хиты, популярные поп-хиты из репертуара, именно вот американских певцов и певиц, переделал классические маньяны, это очень интересно звучало. Вот это та самая неоклассика. А извините, а можно ты вот хотя бы четверостиший какой-то? Ну потому что это на самом деле интересно. А мы же не услышим это в сегодняшней программе, правда? Ну для нас, пожалуйста. Что-то вот именно в такой манере. Почему? В сегодняшней программе как раз будет современный романс звучать, это тоже неоклассика. А рок? Ну такого сегодня не будет прочно. И пока вот я не пробовал вообще вот это тут соединить. Может быть там, с попыткой покорить главную сцену, да. Может быть там что-то такое. Возьми. Ваш малыш певучий. Да, безумно, безумно. Здорово. Здорово поет, ля-ля-ля, повторяет, таскает нечто похожее на микрофон. Постоянно с женой поем. А скажите, пожалуйста, по нашим ощущениям вы, ну по нашим ощущениям, вы зачастили Пензу или нет? А я был два года назад на самом деле. Ну, вы представляете, такое ощущение, что мы с вами часто достаточно видимся. Вам как-то этот город, ну каким кружочком вообще, какие ассоциации с ним на вашей музыкальной пационе? Вы знаете, совершенно случайно так произошло, что меня пригласили на один из вермутовских праздников поэзии. Это было четыре года назад, я не помню точно. Но уже теперь в этом году четыре года назад, да. И я влюбился за один день, влюбился в пензенскую публику просто, в людей, которые все это устраивали. И с огромным удовольствием приехал еще в старый зал филармонии с концертом. И в губернаторскую симфоническую кабеллу. Ну это какие-то такие взаимосвязи. Я думаю, что это вообще земля Лермонтова, она неспроста. А это именно земля Лермонтова, здесь что-то вот есть. Меня всегда тянет, меня тянет в пензу, в тарханы. Я, кстати, был на дне рождения, на юбилей в тарханах. Приезжал вот в октябре. Мы вместе с Андреем Матерьевичем Дементьевым, с его супругой, и мы вдвоем приехали. Потому что это важнейшая дата в нашей культуре, а тем более был год культуры. И я считаю, что, конечно, на уровне всей страны должного внимания этой дате не было уделено. А то есть, а год литературы, год победы? Год литературы, кстати, совсем недавно, вот, неделю назад, снова с Андреем Матерьевичем Дементьевым, очень благодарен, это большая честь, мы вместе открывали на Владимирской земле. Это был первый такой, скажем, даже в рамках масштаба страны, это был первый литературный вечер такого маститого, действительно легендарного человека. Я считаю, это достойное открытие года литературы. А у вас запланированы какие-то отличные, может быть, акции? Просто, знаете, в прошлом году актеры стихи читали, ну вот что-нибудь, там, песни о победе собраться в один... Ну, песни о победе, это да, это у меня уже программы есть, готовы, и 9 мая уже. Я буду на Сахалине в этом речи. Вот. Да. Я очень люблю эту музыку, я не знаю почему, ну, может быть, существуют какие-то вот все-таки переселения дум, что-бы, или еще чего-то. Но для меня почему-то песни, песни войны, песни победы, они для меня настолько близки, настолько, настолько искренни. С самого-самого раннего детства я обожал песню в исполнении Марка Бернеса «Журавли», «Землянки». Потом, когда я начал уже петь, с огромным удовольствием всегда это пел, потому что, ну, это... Это те песни, которые поднимали дух, которые спасали людей от отчаяния в трудные, в сложнейшие минуты, именно тех людей, которые принесли нам победу. Победа, я считаю, это самый дорогой подарок, который то поколение сделало вообще для всех последующих поколений, ну, и для моего поколения, для поколения уже моих детей. И мы обязаны чтить это, помнить, пока мы помним этот праздник, будете, я думаю, наше поколение будет это помнить. И своих детей я точно буду воспитывать так, чтобы о победе они знали, об этой войне жестоко они знали, знали, кто принес победу. Потому что мой прадед погиб при обороне Киева, он был комиссаром Днепровской флотилии, он погиб 22 июня, когда побили Киев, вместе со своим экипажем, со своим кораблем, вместе ушел под воду. Поэтому для меня это отдельная тема, вообще очень важная в этом году. А год литературы, да, конечно, это очень интересно. И мне не удалось сделать по-настоящему полноценного концерта на стихи Лермонтова. Мне хотелось сделать вот такой, даже в некоторой степени просветительский концерт, потому что на стихи Михаила Юрьевича написать достойные музыкальные произведения довольно сложно. Они самодостаточные, гениальные, самодостаточные стихи. И очень мало кто смог не опошлить, не перегрузить это смыслами какими-то своими дополнительными, и тем самым отправить произведения музыкальные уже в забвение просто. Потому что на стихи Лермонтова написано, как оказалось, больше музыкальных произведений, чем на стихи Пушкина. Но мы не знаем. И я искал, занимался вот этой работой, искал написанные в 20 веке, в 19 веке. Потрясающие есть романсы. Конечно, это романсы. Классические романсы. Романсы написаны авторами-дилетантами. Я все-таки думаю, что в год литературы удастся это сделать. Не на земле Лермонтова, так на другой русской земле. Благо наша матушка России огромна, безгранична. А вообще вы на какой музыке выросли? На музыке на какой? Я помню только вот пластинки какие-то. Синяя птица, временские музыканты. Но это детство такое совсем, 4-5 лет. А у вас был выбор стать музыкантом или не стать? Или все было предрешено? Нет, почему? Был, конечно, выбор. Ну и судьба тоже так распоряжалась постоянно, что как-то вела меня. Высшие силы вели. Но выбор был, я всегда как-то оказывался. И сейчас оказываюсь перед выбором довольно часто. Делаю его вот как-то, наверное, все-таки правильно. Спасибо.